Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте ePN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! И снова здравствуй, дорогой друг! Не смущает, пускай тебя отсутствие синего фона, синий фон ниже. Это мой любимый коврик для мышки. Правда, немножко грязный. И очередная посылка. Очередная посылка... Ну, если честно, здесь телефон. А телефон достаточно старая модель. Почему она только сейчас у меня на распаковке? Потому что я считаю то, что ее самое время сделать моим регулярным товаром с отправкой из Москвы. Я их заказал несколько штук уже. А почему я это сделал? Потому что очень хорошая цена сейчас. На этот телефон... Говорить не буду, потому что зачастую эти цены меняются. Ну, внизу в описании будут ссылки. Ссылки будут на... Эту модель отправка из Москвы и эту же модель отправка из Китая. А значит, в стандарт у нас приходит силиконовый бампер, пленочка. И вот такая вот красивая голограммка о том, что гарантия какая-то дается. Собственно говоря, мы здесь видим евротест. Но есть у него одна особенность. Он был сделан в 26-м году. То есть, этому телефону уже год. И, собственно говоря, версия Z1221. Цвет космический серый. Имеет он 3 гига оперативки, 32 встроенной. Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,5 гигагерца. 4100 аккумулятора, 5,5 дисплей. И сканер отпечатка пальцев. Больше этих телефонов не будет. Поэтому какое-то время они попродаются. И исчезнут так же, как и Lenovo VibeShot, Juke Z2. А что ты не открываешься? Ух ты, смотри. Вуаляшенький! И он вот так вот приподнимается. Ну, предварительно пока все прикольно. Что мы увидим здесь? А учитывая то, что это евротест, соответственно, мы видим оригинальное зарядное устройство под евророзетку. А что ты не хочешь? Что у нас здесь? 5 вольт. Вот такая вот зарядка. А значит, его особенность так же, как и Juke Z2, у него кабель Type-C. Дополнительно мы видим здесь инструкцию. Причем вот даже поленились, видите, адаптер китайский изображен, не стали для европейцев что-либо менять. И помимо инструкции, мы здесь видим еще скрепочку. Вот она, она скрепочка. Ну, я думаю, адаптер это не столь интересно. Интересен сам телефон. Ну, вы знаете, а крышка пластик. А вот окантовочка металл. В принципе, ну, вы знаете, примерно как и Lenovo P2, он достаточно скользкий. То есть, вот я Lenovo Vibe P2 пользуюсь, и я не люблю силиконовые бампера, но без них он как-то прям так и норовит упасть. И попытаться разбиться. Несколько раз я его ронял, биться он не бился, но вот железная окантовка у него покоцалась. А что вам смотреть на то, как он включается? Давайте сделаем следующим образом. Я сейчас пойду, позакачиваю на него разности и разнообразности, приведу тесты и вернусь с резюме. Никуда не уходите, скоро вернусь. Подождите совсем чуть-чуть. Итак, сделал я тест, и давайте, наверное, сначала расскажу вам, какие показатели сделал он, и далее про мое мнение относительно этого телефона. Вот интересный момент, кстати. Сканер отпечатка не работает в выключенном положении. То есть, да, мы сначала должны его подвключить, потом уже можно будет разблокировать. Это мне немножко непонятно, почему так сделано. Но особенность такая есть. Значит, делал я тесты, и давайте, собственно говоря, по порядку. Порядок, ведь это главное. Бонзай бенчмарк показал 3840 очков и FPS 54.8. Далее непосредственно танчики это и подтвердили. То есть, в принципе, 60 FPS на максимальных настройках в World of Tank он показывал проблем никаких. Сенсор бокс показал, что у нас нету датчика температуры. Ну, я, в принципе, их и не встречал. А также... Мульти-тач тестер показал, что поддерживает 5 касаний, поддерживает проблем никаких. Работает четко. А также Antutu Benchmark, говорит, видит ее на самом деле как Жук. Жук Z1, что на борту Android 5.1.1, 32-битный. Модель, значит, Quart-Core, процессор и графический Андеро 330. Разрешение дисплея 1080 на 1920. Камера основная 13 мегапикселей. Памяти встроена 2871 мегабайт, из которых там доступно 1535. Ну, можно почистить, наверное, будет больше места. Далее тот же самый Antutu Benchmark дал оценку в 66371 попугай. Почему все это дело называют попугаями, я не знаю. Может быть, вы знаете. Но напишите в комментариях к видео, почему это называется попугаями. Также вы видите оценки по 3D, UX, KPU и встроенной памяти. Далее мы включили такие вещи, как... А как он называется? Вот у меня память девичь. 3DMark. Мы включили далее 3DMark. Так, и сейчас я вам расскажу, что он нам показал. Он показал, что Slingshot Extreme, например, несовместим с этим тестом. Ну, об этом чуть позже. Собственно говоря, вот. Ваше устройство несовместимо с этим тестом, не выполняет минимальные требования данного теста. С чем это связано, сложный вопрос, да, потому что телефон мощный. Почему он какие-то минималки не выполняет, непонятно. В свое время... Не в свое время, а при всем при этом Slingshot показал 1174 единицы. И заявил, что это одно из самых мощных устройств. Все работает нормально. А новый тест появился в этой линейке. Это API Overhead Vulcan не поддерживает, потому что он несовместим, устройство с этим тестом. А OpenGL ES30 показал 5137, вызовов отрисовки в секунду. Я, к сожалению, не знаю, много это или мало, но он это показал. Ice Storm Unlimited показал 19288 очков. И, опять же, написал, что это хорошая новость. Одно из самых мощных устройств. Все работает нормально. Ice Storm Extreme Maximum достигнут. Это тест слишком легкий для вашего устройства. Ice Storm Extreme 12977. Ice Storm Maximum достигнут. Ice Storm 13860. И вот этот же самый тест, который показывает все результаты. Можно увидеть еще раз. Давайте повторим. Слингшот 1174. Ice Storm Extreme 12977. Ice Storm Unlimited 19288. Значит, вот на этой картинке вы можете увидеть все результаты данного теста. А также он видит телефон как Juke Z1. 5,5 дисплей. 3072 встроенной памяти. Snapdragon 801. Камера 13 Мп. И Android 5.1.1. Процессор до 2,5 ГГц. Work 2.0 Performance 3428 очков. Computer Vision 2276. Storage 3678. Work Performance 4514. Тест на аккумулятор был проведен следующим образом. Максимальная яркость на телефоне была поставлена. Был отключен Wi-Fi. И он показал 5 часов 30 минут. Ну, не совсем вдохновляет, конечно. Но, как есть. 5 часов 30 минут на максимальной яркости он гонял тест. И у него еще там немножечко времени осталось. Сводные результаты всех тестов. Еще один тест бенчмарка. Спутники GPS ловил без проблем. Холодный старт быстро нашел. Уверенно держал. Три типа спутников поддерживает для своего позиционирования. Ну, в этом отношении все хорошо. Примеры фотографий в детском саду. В точности это группа катковременного пребывания. И немножко фотографий пасмурной погоды. Ну, а теперь давайте посмотрим, как держится FPS в танчиках на максимальной настройке. И насколько неплохо катается 8-й асфальт. Итак, машинки. Асфальт 8-й. Проблем никаких. Никаких зависаний. Подтормаживание. Все адекватно. Все хорошо работает. Играть одно удовольствие. Все классно. А по танчикам, как видите, 60 FPS показывает на максимальной настройке. Проблем никаких. Все адекватно. Все хорошо. Итак, заключительное резюме. Что непонятно. Непонятно, почему сканер отпечатков в заблокированном режиме не срабатывает. То есть, нужно нажать кнопочку. После чего сканер работает. Проблем никаких. А также непонятно, по какой причине они не нарисовали две кнопки. Одна открывает все, что у вас запущено. Можно все это дело закрыть. Вторая кнопка назад. Как-то могли бы их, наверное, подписать, что ли. Я не знаю. Наверное, было бы легче. В принципе, к этому достаточно легко привыкнуть. Значит, в остальном. В руке достаточно приятен. Из того, что удивило. Несмотря на то, что он мощный. 2,5 ГГц он поддерживает. 3 ГГц оперативки. Все дела. Snapdragon вроде как бы. То есть, это вам не Mediatek. А при тяжелых нагрузках он греется. Ну, не так, чтобы прям раскаленный был. Но на самом деле заметно. В этом месте он заметно нагревается. И, в принципе, если пользоваться им без чехла. Это непривычно. Я забыл, что такое греющиеся телефоны. На самом деле. По ценнику. Ценник на него в данный момент достаточно гуманный. По отношению к тому, сколько он стоил до этого. Но, опять же, более точно цифру озвучивать не буду. Ссылки есть в описании. Цена меняется. А то, глядишь, и там через месяц его в продаже не будет вообще. Потому, как напомню, что он производства аж 10-й месяц 16-го года. То есть, он год где-то лежал. И, судя по всему, вся эта партия достаточно скоро закончится. И продаваться он больше не будет. Соответственно, пропадет точно так же, как Asus Zenfone Max, Lenovo Vipe Shot, Lenovo Vipe P1 72-й вариант. Ну, то есть, как бы, вполне хороший телефон. Он скоро пропадет. В описании будет ссылка на купить в Китае. Также будет ссылка на купить все это дело в Москве. То есть, он будет лежать в наличии. Можно заказать из Москвы. Быстрая отправка курьерской службы. Либо почтой России. В зависимости от вашего адреса. Добежит быстро. Камера вполне европеец. То есть, плюс в чем. Попользовались вы им какое-то время. Он надоел вам. Подарили вам 15-й айфон или что-нибудь еще в этом духе. Вы всегда без проблем его сможете продать. Рассказывают то, что вы его купили здесь. Они заказали в Китае. Да, это достаточно серьезный плюс. Но минус все-таки, не знаю. Вот эти вот 5 с небольшим часов, которые показывает тест аккумулятора. Это все-таки очень мало для А4100. То есть, есть такое подозрение, что аккумулятор подсдох. А я, к сожалению, не сильно изучал ветку на том же самом ФОПДА. Либо где-то еще. Поэтому, ребят, если вы пользуетесь этим телефоном. И вдруг вы можете дать какой-то совет. Каким образом? Быстрой зарядкой его зарядить. Разрядить, зарядить, разрядить, зарядить. То есть, как раскачать аккумулятор. Вы напишите в комментариях. Я думаю, это кому-то будет полезно. Ну, почему бы не сделать доброе дело. В остальном, по внешнему виду, все очень-очень-очень-очень. Плюс, что у него нету, как у второго жука, задней крышки, которая может стеклянно разбиться. Нет, да, здесь все хорошо. Здесь прям вот все чудесно. Но, видите, как на iPhone ругались в свое время. А камера все-таки немножечко выступает. Поэтому, если вы не будете пользоваться бампером, будь то силиконовый, либо какой-то еще, да, вот, будете вот так вот его класть, скорее всего, камеру немножечко, ну, там, как минимум, поцарапаете. А засим, думаю, обзор на данную модель можно заканчивать. Как всегда, поделились видео. Спасибо. Подписались. Покажу что-нибудь интересное. Оставили комментарий. Учту. Ну, и до скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал Картавые Блоги. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok